Представители непарламентской оппозиции в минувшую субботу собрались на площади революции возле памятника Якову Горелину. Повод – социальная сфера, которая, по мнению пикетирующих, сейчас на грани ликвидации. Подобные акции уже прошли во многих регионах. Теперь черед за ивановскими позиционерами. Ликвидировано большинство медицинских учреждений. Так, например, уже к 2011 году медицинских учреждений было уничтожено столько, сколько было примерно уничтожено за период военных действий во время Второй мировой войны. А на данный момент, то есть еще больше, плюс еще треть где-то от этого количества. То же самое происходит с образованием. За то, чтобы, как завещал Владимир Ильич, учиться, учиться и еще раз учиться, вскоре придется платить, платить и еще раз платить. Протестующие уверены, именно к этому все и идет в системе образования. Как и здравоохранение, она превращается в способ зарабатывания денег. Эта политика, по мнению оппозиционеров, антисоциальная. В сфере ЖКХ тоже не все гладко. Мы видим, что власть дала наоткуп управляющим компаниям эту сферу. И фактически эта сфера была завалена. Хотя мы с вами знаем, что несмотря на то, что этим занимаются управляющие компании, ответственность за это должно нести государство. И, соответственно, мы хотим донести до власти то, что активные граждане есть. И активные граждане готовы отстаивать свои права, отстаивать свое право на бесплатную медицину, на достойную жизнь. Место проведения акции протеста выбрано не случайно. Памятник Горелину, по мнению пикетирующих, это символ эксплуататорства. Ведь именно на предприятии фабриканта в 1871 году произошла первая в Иванове стачка рабочих. Если у Рязани соцсферы продолжатся, уверены оппозиционеры, события тех лет повторятся. Но уже в более широких масштабах.